Традиция мэра начинать Новый год с посещения роддома зародилась пять лет назад. В первый день 2015-го Анатолий Пахомов поздравил сразу пятерых новоиспеченных мам. В новогоднюю ночь на свет появились три мальчика и две девочки. С 2009-го, отмечают медики, в сочинском роддоме в год стало рождаться практически на 3000 малышей больше, чем в прошлые годы. В 2014-м было принято 6820 родов. Наши горожане себя чувствуют в нашем городе уютно и хотят жить счастливо. Готовьтесь рожать детей. Правильно? Да. Ну, с Новым годом. С Новым годом. Спасибо. Здоровья всем. Подарок в Новый год, отмечает Анатолий Пахомов, должен получить каждый ребенок, даже если ему несколько часов от рождения. Но вместе с первыми презентами глава города пожелал малышам крепкого здоровья. Очень неожиданно и очень приятно получить такое поздравление. Плюс к такому счастью появление в семье ребенка еще и поздравление приятное ночи. Спасибо. Новый год в Сочинском родильном доме встретил и министр здравоохранения Краснодарского края. Евгений Филиппов продемонстрировал мэру и его супруге святая святых роддома – реанимацию. Здесь в так называемых инкубаторах выхаживают малышей с минимальным весом. У наших горожан есть вера в будущее, хорошее будущее. И они рожают малышей, население естественным путем в городе прибавляется очень здорово. И естественный прирост у нас практически увеличился в 4 раза. Это очень здорово. Сразу после поздравления Анатолий Пахомов принял участие в открытии необычной выставки «От сердца к сердцу», которая открылась в 4-й городской больнице. Такой инновационный проект в деле врачевания отметили художники, единственный в Краснодарском крае. Арт-терапия, как известно, важная составляющая реабилитационного процесса. Больница не должна быть учреждением, где думают только о боли, о страданиях. Больница должна прививать прекрасное, что и сейчас происходит. Еще раз спасибо. Я думаю, мы будем дальше развиваться. Вниманию пациентов предложено 30 картин, которые отражают настроение праздника, позитивных перемен. Все работы в стиле реализма и постмодернизма. В первый же день, отмечают медики, в фойе стали прогуливаться больные даже после тяжелых операций. То, что сегодня происходит, это еще раз намек на то, что в нашем сказочном городе Сочи, даже в больнице, в фойе, должно все начинаться с прекрасного, с искусства, с хорошего настроения. Уверен в том, что это старт создания атмосферы хорошего настроения в учреждениях, где это хорошее настроение очень нужно. Снимать стресс и психоэмоциональное напряжение работы сочинских художников скоро будут в роддоме. Следующий же шаг медиков на пути к реабилитации с помощью искусства – это музыка в стенах лечебных учреждений. Этот проект врачи назвали своим вкладом в гуманитарную хартию «Я люблю Сочи».